Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Олегович. Большое спасибо за Ваше интервью. Мы знаем, что Роскосмос решил вывезти ракеты из проекта Беликобритании «Буан-Вэб» и использовать их в интересах других заказчиков. Ранее Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом по миссии «Экзомарс». Возможно ли полная остановка сотрудничества между Россией и Западом в космонавтике? Действительно, Роскосмос сегодня имеет около 10 ракет, которые мы раньше планировали использовать для запуска европейских космических аппаратов. На сегодняшний момент, после того, как Европейское космическое агентство и в целом Европейский Союз занял оголтелую позицию в отношении проведения специальной военной операции на территории Украины и ввел санкции против предприятия Роскосмоса, мы сочли дальнейшее наше сотрудничество невозможным. Поэтому эти ракеты будут использованы для того, чтобы обеспечить выведение на орбиту космических аппаратов, частных компаний, а также наших друзей из партнерских стран, которые тоже хотели бы воспользоваться нашими пусковыми возможностями. Будущее Российско-Европейского космического сотрудничества на сегодняшний момент зависит уже не от нас, а только от самих европейцев. Они должны проанализировать все, что они сами сотворили, все, что они сделали и разрушили своими руками, и только после этого анализа и откровенного разговора с Россией возможно возвращение к какому-то формату нашего бывшего сотрудничества. Но в целом хочу сказать, что Роскосмос разочарован в наших европейских коллегах, они оказались излишне политизированными, и они поставили под угрозу все международное космическое сотрудничество в угоду указаниям своего русофобского руководства. В настоящее время Запад ввел крупнейшие в истории санкции против России не только в экономике. И под санкции попали даже Чехов, Чайковский и Юрий Гагарин. Недавно американская организация переименовала традиционное мероприятие «Ночь Юрия» в честь Гагарина. А что вы думаете об этом поводу? Да, действительно, нам известно о том, что некоторые американские и европейские компании, которые раньше занимались организацией мероприятий в области космического сотрудничества, стали стесняться имени Юрия Гагарина. Стесняться, конечно, в кавычках я имею в виду, то есть они стали вычеркивать название Юрия Гагарина и Советского Союза, и России из всей истории мировой космонавтики. Я думаю, что это очень глупо и безответственно, потому что Юрия Гагарина знает весь мир, им гордится все наше человечество, это первый человек в космосе, и он не нуждается в том, чтобы его какие-то европейские или американские чиновники вычеркивали или, наоборот, вставляли обратно. Учебники по истории космонавтики написаны кровью и потом исследователей космоса, а не какими-то манипуляторами, махинаторами, которые пытаются переписать историю под свои предпочтения. Поэтому мы гордимся нашей историей и считаем, что Юрий Гагарин сегодня принадлежит не только России и не только бывшему Советскому Союзу, он принадлежит всему миру, вне зависимости от политической конъюнктуры. Недавно Вы сказали, что Россия уже может быть независимой от навигационной системы GPS, потому что у России есть ГЛОНАСС. А не могли бы рассказать о нынешнем положении подключения смартфонов к российской системе ГЛОНАСС? Надо иметь в виду, что все мобильные телефоны, все гаджеты, которые выпускаются миллиардами экземпляров, миллиардами экземпляров, огромными тиражами, все они в своих устройствах имеют так называемые чипсеты, то есть приемные устройства, принимающие навигационные сигналы. Даже если GPS, американская система, попробует отключить свои наземные станции, которые находятся на территории России, их таких станций 9, ведь если они попытаются запустить программу обновления телефонов, их перепрошивку телефонов с тем, чтобы выключить возможность для граждан России на территории России, в тех телефонах, которые куплены на территории России, не получать сигналы от GPS, и они будут считать, что это санкции, это никак не повлияет на качество навигационного приема сигнала этих телефонов. Продолжение следует...